Большая часть людей переживает из-за своего здоровья только в момент, когда у них острая фаза какого-то заболевания. Что-то болит, и мы из-за этого переживаем. Нам поставили какой-то диагноз, мы обратились к врачу, нам назначили лечение. Вот период, когда большинство людей переживает за свое здоровье. Но есть люди, которые переживают из-за своего здоровья, потому что у них диагноз, с которым им предстоит всю жизнь жить. И пока мы не видим, как это можно полностью вылечить. И с таким диагнозом, конечно, жизнь превращается в своего рода такой подвиг. Жить с пониманием того, что болезнь – это то, с чем ты должен просто смириться. То, что ты должен принять. И до тех пор, пока человек внутренне сопротивляется этому и говорит, ну как, давайте все это уберем отсюда, вылечите меня и так далее. Если он внутренне сопротивляется болезни, он не будет чувствовать себя, не имеет никаких шансов чувствовать себя счастливым. Он будет просто действительно мучиться. И самое важное, когда у вас такое хроническое заболевание, которое сказывается на качестве вашей жизни, это внутренне принять это и понять это как естественное ограничение. Но в конце концов у нас множество ограничений. Само по себе жизнь конечна. Погода меняется. Зимой холодно, летом жарко и так далее. Есть ограничения, мы не летаем с вами, нам для этого нужны специальные средства и так далее. И вот эта готовность к принятию болезни и просто делать то, что необходимо для того, чтобы минимизировать какие-то издержки – это единственная верная тактика. Но есть люди, которые переживают, что у них что-то случится, что еще какая-то болезнь будет происходить. И в этом случае страх уже невротический. Это просто внутренняя тревога, которую человек пытается к чему-то приспособить. Пытается найти для этой тревоги какое-то занятие. Но мы должны тоже понимать, что эта тревога на самом деле – это просто психическая энергия, которая вырабатывается нашим мозгом. И наша задача – найти ей достойное применение. Потому что если мы будем свою энергию тратить на дела, на созидание, на изменение чего-то в жизни, то у нас она будет уходить, и нам не нужно будет искать лишних поводов для беспокойства. А к сожалению, многие люди с такой эпихандрической настроенностью просто лишены этой постоянной вовлеченности в жизнь. И это болезнь уже, но это болезнь того, что человек не живет, а придумывает, чем бы насытить свою жизнь в эмоциональном плане. Он это делает несознательно, это все такие подсознательные механизмы, они все изучены и так далее. Но для нас это симптом. Если вы начали беспокоиться о здоровье, а врачи говорят, что пока рано, не о том беспокоишься, то для нас это на самом деле сигнал подумать, а чего нам не хватает в нашей жизни, где нам не хватает драйва, энергии, событийности какой-то, работы. И с таким подходом вы перенаправите свою энергию в конструктивное русло. Ничего не поделывается. Наш мозг так устроен, он производит постоянно психическую энергию. И производство этой психической энергии невозможно регулировать, как с атомным реактором. И наша задача просто найти применение. И как только мы находим, мы чувствуем себя живущими, а не болеющими.